Всем привет, друзья, с вами Негрос, и сегодня мы займемся коллекционированием черепушек в Mortal Kombat X. Как вы знаете, большинство персонажей этой игры — люди. Но они все. И необычные персонажи обладают нестандартными черепами. И сейчас мы узнаем, в чем же их отличие. И начнем с Мелины. Мелина ведь не человек, она наполовину Таркатан. Потому что когда ее клонировали, использовались их гены. Гены этой ужасной зубастой расы. И, собственно, вот результат. Дополнительные зубы. Ну а так внешне череп за человеческий может зайти. Смотрим дальше. А дальше у нас будет... Кто у нас будет? Хищник у нас будет. Хищник против хищника. Естественно. А, друзья, я не буду использовать настроенную битву, поскольку в ней анимация коллекционирования просто не будет показываться. И чтобы вам не было скучно смотреть на избиение болванчика, я буду использовать всякие комбо. Стараться. Например, вот эту. С нижним ударом. Я думаю, вы видели эти комбо, когда я сражался с Мейкганом. Не все, правда, это видели, но, я думаю, большинство. Ну, давайте смотреть. У этого персонажа, по-моему, самый интересный череп из всех. Все-таки инопланетянин как-никак. Оп. Вот такая вот черепушка интересная. С такими клыками или что это такое. Челюсти. Нижняя челюсть, я так понимаю. Дополнительная. Дальше двигаемся. Смотрим череп рептилии. Он у нас не человек, а рептилоид. Я думаю, вы заметили, что я часто стал выбирать храм Линк Уэй. Мне эта арена понравилась живописными горами и преобладанием темного цвета, такого черного-белого. И желтого с красным. Мне нравятся, в принципе, вот эти вот древние статуи. И огонь нравится. Нравится за ним наблюдать, как он горит. Я думаю, вам тоже. Вообще, многим людям нравится наблюдать за тем, как горит огонь, вода льется. Бежит ручей и всякое такое. Созидание, как-никак. Ну что, давайте смотреть. Что там внутри у рептилий под кожей? Зеленый череп с увеличенными по сравнению с человеческими глазницами. И небольшими такими острыми зубами. А еще у нас есть необычная героиня Девора. Она является женщиной-пчелиной маткой. Ее череп посмотреть тоже интересно будет. Такс. Кстати, небесный храм тоже очень классная арена. Я рад, что она перестала лагать. Потому как там дождь и вообще очень все красиво прорисовано. Да, я опять не попадаю единицей. Единица у хищника сделана так, что нужно бить очень поздно. Видите? Поэтому я и не попадаю. Хопа! Давайте посмотрим. Ну я думаю, что нетрудно догадаться, что череп должен быть такого синего-бирюзового цвета. Но вот в чем печаль. Он от человеческого-то по форме ничем не отличается. Ну и осталось нам посмотреть на Гора. Почему мы будем на него смотреть? Потому что Гора-то у нас не человек тоже. Он у нас из расы Шокан. И где-то было написано... Вот, клыки дракона. Да, стиль клыки дракона. И дыхание дракона. Вот, я не знаю почему, но его сравнивают с драконом. И поэтому можно предположить, что череп у него может отличаться от человеческого. Сейчас мы выясним, так ли это, и чем же он отличается таким. Главное его плазмой не убить. Иначе бруталити будет. А вот нижней плазмой можно. Ну давай, вырывай. И... Вот такая вот... Хмурая черепушка. Напоминает череп рептилий. Тоже увеличенные глазницы. Довольно широкий череп. И... Зубы тоже такие... Так интересно расположены. Но он больше похож на человеческий, чем рептилии. Такой череп бугая настоящего. Ну что, ребят, вот такая вот коллекция интересная получилась. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем всего. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok